Вы видите сейчас на переднем плане английских футболистов, красно-белых дьяволов, а вот на дальнем плане, вот Шмейхель в кадре, а на дальнем плане Ротар-Волгоград. Команды выходят из родивалки, выходят на футбольное поле. Судья сегодняшнего матча Хейнеман из Германии, он из Лейпцига. Ему помогают также германские рефери Сазер и Вебер. Бушует стадион, 30 тысяч зрителей пришли посмотреть этот матч, как объявили по стадиону 29 724 зрителя. 12 градусов, довольно-таки тепло, правда ночью накануне шел дождь, утром накрапывал, но во время матча и за несколько часов до матча было, как говорится, сухо и почти безветренно. Приветствует своих любимцев, болельщики Манчестера. Вы видите, Фергюсен, главный тренер Манчестера, он улыбается. Говорят, что когда после жеребьевки выпало Манчестеру играть с Ротаром, Волгоград, он удивился, что это такого города, не знаю. Ну, теперь, я думаю, он уже узнает о Волгограде и надолго запомнит этот город. Команды выстраиваются. Ротар играет в своей традиционной форме бело-голубые, также в традиционной форме и хозяева поля. Пускай у вас не сдается впечатление, что противоположная трибуна не заполнена, что мало зрителей, просто идет реконструкция стадиона. И вот та противоположная трибуна, она не допускает туда зрителей. И вот сейчас по свистку, вот составы команд. Итак, наши футболисты, наши соперники. Шмейхель первый номер, второй Окайн, третий Фил Невилл, четвертый Брюс, пятый Шарп, шестой Палистер, седьмой Бекхем, восьмой Батт, девятый Коул, десятый Кин, одиннадцатый Гикс. Вот и расстановка игроков показана на схеме. По сравнению с Волгоградским матчем, три замены произошло в составе наших гостей, наших соперников. Ну, появился чернокожий Коуэлл. Вот команды обмениваются рукопожатиями. Итак, справа от нас будут ворота Манчестера, слева футболистов Ротера. А вот состав Волгоградцев. Саморуков первый, второй Шмарко, третий Бурлаченко, четвертый Беркетов, пятый Ещенко, шестой Жуненко, седьмой Корнеец, восьмой Нидергаус, девятый Веретенников, он сегодня капитан команды, десятый Есипов, одиннадцатый Зернов. Вышел на разминку Владимир Герасченко, но травма не позволила ему участвовать в этом матче, и он передал футболку четвертым номером Александру Беркетову. Англичане возвращают назад мяч Шмейхелю. Шмейхель бьет на половину поля Ротера. Мяч контролирует Волгоградцы, Ещенко. Ну, здесь выигрывает рослый защитник Паллистер, подхватывает мяч Веретенников, налево. Корнеец. Медленно продвигается, упустил Зернов мяч, и Фил Невилл в хорошем прыжке перехватывает мяч Волгоградцы. Атака по правому краю. Гикс рвется к штрафной площади Ротера. Пас назад. Самоотверженно играют защитники. Сегодня роль заднего защитника выпала выполнять Александру Шмарко. Переднего играет Александр Беркетов. Справа Жуненко. Это Паллистер был на экране. Он играет со своим полузащитником Кином, разыгрывающего плана полузащитнику. Увидите, что все атаки идут в основном через Кина. Он, так сказать, дирижер на поле. Плотно на половине поля Ротера, поэтому гости пытаются вытянуть наших футболистов подкаты. Веретенников Нидергаусу мяч отскочил. И уже у Невилла. Невилл играет на Бекхэме. По правому флангу пытаются атаковать хозяева поля, но упускают мяч за боковую линию. Вот так, как бы неторопливо, началась игра, но чувствуется внутреннее напряжение. Нидергаус с мячом. Укрывает мяч корпусом, играет с Бурлаченко. Бурлаченко переводит на правый фланг. Здесь Есипов. Есипов проходит по правому флангу, уходит из защитника, его преследует. Правый защитник Украин. Передача. Нидергаус падает в штрафной, но судья показывает, что все в рамках правил. Продолжайте играть. Возвращается назад Нидергаус. Мяч у Веретенникова. И теряет он мяч. А это вне игры. Вне игры девятый номер наших гостей. Вот вы видите его крупным планом. Это Энди Койл. Он в первом матче не участвовал, был травмирован. Такая колоритная фигура. Рослый. Играет на грани фола. Итак, третья минута закончилась с первого тайма. Вот вновь в гости. Хозяева поля пытаются организовать атаку. Прекрасный газон на стадионе в Манчестере. Кин. Шарп. С гигзом играет. Получает ответственный пас. Выбивает защитники ротора. Мяч за боковую линию. Прекрасный газон. Великолепное поле. Вы, наверное, увидите, как непривычно все-таки дождь прошел. Скользят, особенно наши футболисты, пока приспосабливаются к этому покрытию. Есть. Миндергаус держит мяч. Передача назад не точна. И вновь красные идут вперед. Защитник уже подключился к атаке. Самороков выходит, отбивает мяч недалеко. Но здесь на помощь приходит Беркетов и выбивает мяч за боковую линию. Это повтор этого же момента. Установка тренеров ротора была одна. Как можно сковать действия быстрых нападающих и полузащитников Манчестера. Не дать им разбежаться. Чтобы они завязли в средней линии поля. Пока это, нужно сказать, удается. Вот мяч вновь выходит за боковую линию. Так вот, я сказал, что по сравнению с предыдущим матчем, с первым матчем в Волгограде, у ротора одна замена. Она была, так сказать, вынужденная. Вместо Герасченко играет Беркетов. А вот у наших гостей сразу три замены. Во-первых, нет сегодня, игравшего в Волгограде по третьим номерам, опытного защитника Ирвина. Сегодня под этим номером вышел Фил Невил. Он играет правого защитника. Не было в Волгограде О'Кайна. Он сегодня под вторым номером левого защитника играет. А в Волгограде вторым номером был Гарри Невил. Ну, как сказали нам, Невил травмирован, Гарри Невил. Это надежда манчестерского футбола. И Фергюсон возлагает на него большие надежды. Уже в настоящее время. Вновь атакуют манчестерцы. Перехватывает Волгоградца мяч. Вот смотрите, какая ожесточенная борьба на каждом участке поля идет. Бекхем, прорыв на Гигза. Успевает раньше Шмарко. Упускает мяч за боковую. Нужно отдать должное Александру Шмарко. Он один раз всего лишь играл на месте заднего защитника. Либера. И вот этот матч, я забегаю вперед, скажу, провел довольно отменно. Все почищал. И другие защитники тоже играли самоотверженно, мужественно. Пас не успевает. Нет, успел. Успел Нидергаус достать. Навес. Удар. Это был первый пристрел. Поворотом. Манчестера Александр Зернов. 19-летний футболист. Как говорится, прямо в пекло волею судьбы брошен этот футболист. Он еще недавно выступал за Ивановский текстильщик команды второй лиги. Не играл ни разу ни в первой, ни во второй, ни в высшей лиге. А сразу в первом матче 12 сентября вышел в составе Ротера против Манчестера. И показал себя неплохо. И вот сегодня вновь тренеры доверили ему место в стартовом составе. Его, как говорится, разыскал Александр Борисович Никитин, тренер Ротера. Наблюдал за ним и привез его в Волгоград. Есипа втеряет мяч и вновь идут в атаку футболисты в красном. Сплошные подкаты в этом матче вы будете наблюдать. Хорошо владеет мячом Коуэлл, навес, но мяч благополучно покидает футбольное поле. И Самороков будет водить мяч в игру. Это повторяет этот же самый момент. Я наблюдал после игры в аэропорту Манчестера, как уважительно разговаривал Александр Зернов. Но это помехи были при трансляции по английскому телевидению, поэтому мы приносим вам извинения свои. Как почтительно разговаривал этот юный, симпатичный мальчишка, юный футболист с Александром Никитиным. И делился своими впечатлениями, как бы переживали за него в родном Иваново. И какое он произвел впечатление на своих родных, близких, знакомых. Окей. Это Паллистер. Смотрит, куда бы точно отдать. Вновь ему мяч возвращается. Вы знаете, вот шестой номер Паллистер и капитан наших соперников, четвертый номер Брюс, еще играли в составе того Манчестера 91-го года, который выиграл Кубок Кубков, а затем Европейский Суперкубок. В Европейском Суперкубке, правда, в воротах уже появился Шмехель, когда обыграл Манчестер с отчетом 1-0 Югославской ЦРЭВ на звезду. И Гиггс выходил на замену. Беркетов выбил мяч от Фергюсен. Он уже встал. Не нравится, чувствуется ход игры. Есипов навешивает мяч. Он благополучно попадает в ноги к Шмехелю, вратарю сборной Дании, чемпиона Европы. Вот крупным планом показывает Валерия Есипова. Кстати, 4 октября у него день рождения, и как бы сам себе он преподносил подарок, так самоотверженно играл, как и другие его партнеры по команде в Манчестере. Борьба за мяч, вы видите, там вдали от нас, и мяч выходит за боковую линию. Олега Веретеннику, капитана в этом матче Ротера, 10-я минута закончилась. Уже идет 11-я минута. Я напомню, 0-0. Ну, вы знаете, что после первого матча в Волгограде, когда он завершился со счетом 0-0, Ротер устраивает в сегодняшнем матче любая ничья, кроме 0-0. Если будет 0-0, то после дополнительное время, и если оно не принесет результата, то после матчевые пенальти. Жуненко. Не поняли друг друга. И мяч уходит за линию ворот. Шмейхель будет вводить мяч в игру. Вот видите, все время, на протяжении почти всего матча, вы увидите вот такую пару неразлучную. Коуэлл и Жуненко. Правда, иногда по игровой ситуации другие сочетания, но в основном, именно в таком сочетании ходит эта пара. Шмарко. Направо. Вне игры. Нидергаус. Прогнозы перед матчем были довольно-таки однообразные. Большинство специалистов и любителей футбола в Манчестере предсказывали победу с крупным счетом хозяев поля. Но ротор пока не выглядит обреченным, и я вам должен, забегая вперед, сказать, что и достойно провел весь этот матч. Шумят зрители, подбадривают своих футболистов. Довольно-таки в медленном темпе играют футболисты Манчестер на своей половине поля, а затем происходит ускорение уже на половине поля соперника. Назад. Окейн. Перехватывает мяч. Судья показывает, что в рамках правил все. Вы понаблюдайте внимательно за игрой и с действиями арбитра. Пока еще все более-менее нормально. Вот она. Вы видите, как Шмарко зацепили сзади, когда он пошел на перехват мяча. Лежит Шмарко. Сейчас, по-моему, будет повтор. И вы внимательнее посмотрите, что цеплял его нападающий соперник за ногу. Но помощь оказывать сейчас будет медицинская остановка в игре. Поэтому первый тайм и продлился. Несколько дольше. Вот посмотрите, вот выскакивает. Вот. И уже лежа, бат, восьмой номер, Манчестер отцепляет его за ногу. Носилки. Но они не потребуются. Шмарко с помощью врачей выйдет за пределы поля, и там ему будут оказывать медицинскую помощь. Англичане обсуждают ситуацию. Не ожидали они, видимо, такого поворота игры. Пока, правда, еще 0-0. Это Паллистер, один из опытнейших игроков Манчестера. Ему 30 лет. А вот его партнеру по обороне Брюсу, капитану команды, 35 лет. 32 года Шмейхелю. Но есть и молодые футболисты. Это и Бат, восьмой номер. Бекхем 20 лет тому и другому. 22 года Гиггзу. По 24 Коулу и Кину. Вот вы видите, как наши врачи оказывают медицинскую помощь Александру Шмарко. А игра продолжается. Рвется к воротам Гиггз. Мяч отбит, но недалеко. Шарп. Перехватывает мяч защитники. Ещенко. Дальше сбрасывается мяч, но здесь никого из волгоградцев нет. Кин. Кин налево. Своему правому защитнику О'Кейну. О'Кейн Шарпу. Есть вовсамотверженно борется, забирает мяч. Искачил мяч от Зернова. И он уже в штрафной у Шмейхеля. Вы видите, крупным планом Александра Шмейхеля. Он извиняется перед партнерами, что он ошибся. Отскакивает мяч от Гиггза. Етипов бьет. Это Зернов. Пас налево. Корнеец. Корнеец назад. Посмотрите, как хорошо Недергалова сыграл. Вот это идет гол, смотрите. Прекрасная комбинация. И счет открыт. Вот такая своеобразная стенка. Недергаус. Зернов Недергаус. Видите, радость футболистов ротора. Огорчен Фергюсон. Еще раз, посмотрите. Это Недергаус. На ход. Там поднимал кто-то игрок англичан руку, как бы фиксируя в ней игры. Нет, в момент передачи ничего такого и не было. Потом, уже после матча, вот еще раз показываю, с разных точек. И в пустые ворота, где-то метров с десяти, с девяти, Недергаус забивает мяч. Уже потом, после матча, когда мы спросили Александра Дрозернова, не смутил ли его своим выходом Шмейхи, он говорит, а я его и не видел. Мне главное было увидеть партнера. Удар по воротам издали. Вы заметили, что сколько времени прошло? Уже идет семнадцатая. Заканчивается минута игры, а в створ ворот англичане еще ни разу не попали. Такой первый удар по воротам. Это Кин, десятый номер, бил по воротам. Саморуков взглядом проконтролировал полет мяча. Шмарко уже вернулся в игру. Ну, это Шмейхель забирает, руками бросает своему защитнику. Коуэл, шарп, назад, окей, ну, окей, еще дальше. Сейчас бы перехватил бы Нидергаус и создалась опасная ситуация у ворот Шмейхеля. Смотрите, и в воздухе наши футболисты редко уступают сопернику. Ведь англичане, родоначальники футбола, славятся именно своей игрой на втором этаже. Сейчас перехватывает в Волгоградце мяч, но он вновь остается у англичан. По правому краю Невилл. Кин. Назад на Палистера. Палистер своему капитану Брюсу. Вот это может быть опасно. Прекрасно. Шмарко лежа, выбивает мяч. Это Гигг с крупным планом. Самый опасный, на мой взгляд, нападающий. Техничный, быстрый, хорошо видящий поле, с хорошим ударом. Футболист. Все футболисты ротора на своей полной поле. Вот такая насыщенность, особенно по центру. Вот, перехвачен мяч, Нидергаус с мячом. Держит мяч. Веретеннику первый удар, прицеливается Олег к воротам. Но сейчас удар у него не получился. Вы все видели. Вот Есипов, когда он перехватывал мяч у соперника, повредил ногу. Вот, за бровку выходит. Тут врачи, ему сейчас окажут помощь. И он вернется в игру. Опять футболисты Манчестера. Так не спеша. Продвигаются вперед. Отбивают Беркетов мяч. Там было нарушение правил. Выясняет отношения. Вот, вы слышите, темпераментные английские комментаторы. Они в два голоса комментируют матч. Очень много спорят, дискутируют. Это еще раз показывают мяч, забитый Владимиром Нидергаусом. Историческим этот мяч станет. Его уже показывали многие средства массовой информации, телевизионные я имею в виду. Отбивают Шмарко мяч. Он выходит за боковую линию. 21-й, вот есть, вы видите, возвращается. Прихрамовая возвращается на поле. 21-я минута идет. Матча. Отбивают волгоградцы. И стараются использовать каждую... Вот, вы видите, скамейку запасных и тренеров ротора. На первом плане слева Прокопенко, Рохус Шох. Сзади Владимир Файзулин, Александр Царенко, Игорь Менщиков. Это футболисты, которые в протокол внесены. Озабочен Виктор Прокопенко. Нервничает, переживает. Сколько нервов, сколько седых волос прибавляются в такие матчи. И сколько лет жизни вот такие матчи уносят у тех, кто на скамейке руководителей сидят. Штрафной удар пробивают манчестерцы. Бекхем навешивает. Удар головой. Это подключившийся защитник Билл. Ну, выше ворот. Вот видите, Паллистер, шестой номер. Вот он возвращается на свою половину поля. Вы знаете, трудно передать то... Я вот который раз смотрю этот матч и живьем, и два раза уже смотрел записи. И все равно вот волнение такое испытываешь. Хорошо. Посмотрите, какая хорошая комбинация была. Жалко, что она не имела продолжения своего острого. Но Есипов вновь с мячом и теряет мяч. Я сидел в ложе прессы со своими коллегами. И от волнения даже то ли не дожал кнопку секундомера по началу матча, когда увидел, что Герасченко не выйдет на поле. Я чувствовал, как ходят ходуном ноги у моих коллег. От волнения. Да, трудно передать всю эту обстановку, атмосферу. Велетенников. Нидергаус. Направо Есипову. Неточная передача. И красные перехватывают мяч. Окейн. Гиггс. Назад. И счет глубже на Кина. Паллистер возвращает Невилу. Нет, это, простите, Брюс. А вот, посмотрите, как подхватывает. Это идет гол. Посмотрите, как уверенно набирает темп. Удар. Прекрасный удар. Противоположный угол. Олега Велетенникова. Сейчас будет повтор. Обратите внимание, как уверенно пошел с мячом. Как танк двигается Велетенникова, сразу я почувствовал, что будет удар по воротам. И как, сейчас, к сожалению, вот, виден только Зернов. Он устремился вперед, он натягивает все других защитников. А слева движется Нидергаус. Как бы коридор создают своему бомбардиру. И так, 2-0. Это уже что-то значит. Точный удар, и Шмейхель беспомощен в этой ситуации. Мяч ударяется в стойку. Левую стойку от Шмейхеля. И влетает в ворота Манчестера. Но такого хода событий никто не мог предугадать. Футболисты Манчестера бросаются в яростную атаку. Посмотрите, что творится. Но это еще, как говорится, цветочки. Ягодки будут потом. Вот сразу, при счете 0-2, Фергюсен решает заменить защитника. И выпустить нападающего еще одного, третьего. Это разминается Скоулс. Тот, который выступал под девятым номером в Волгограде. Такой светлый, блондинистый парень. Очень быстрый и смекалистый. Это Бекхем на экране. Седьмой номер. Еще раз повторяет его удар. Удар, который гораздо выше ворот. Александр Шмарко. Либера в этом матче волгоградского ротора. Посмотрите, на каждом участке, я еще раз подчеркиваю, борьба ожесточенная, мужественная. Вот подкат Шмарко. Двигается Нидергаус. Двигается Зернов. Прессингует на чужой половине поля. Ну вот и англичане тоже допускают ошибки в передачах. Вот он, этот девятый... Сегодня, вернее, он выступать будет под двенадцатым номером. Сколс. Пол Сколс. Он меняет второго номера О'Кейна. Это произошло на двадцать седьмой минуте игры. И вот сейчас уже три нападающих у нашего соперника. Это шар был на экране. Веретенников бьет. Такой сочный удар, но выше ворот. Правда, с правой ноги Олег бил на сей раз-то. Еще раз посмотрите. Волнуются зрители. Волнуются комментатор. Комментаторы. Где это видано? К середине первого тайма на своем поле. Манчестер Юнайтед. Знаменитый Манчестер. Владевший всеми титулами, какими только возможно. Только кубок Европейский чемпион... Кубок... Уэфани завоевывал. Он проигрывает. Посмотрите, как этот Коулс там играет. Бекхем. Хорошо перехватывает мяч Беркетов. Выбивает мяч на угловой. Угловой с правого фланга. Как правило, один сеномер Гикс подает. И подает очень опасно. В ближней станге Корниет занял позицию. Подает Гикс. Кин. Выбивает Джуненко мяч. О, пропускает мяч защитник. Промахивается Нидергаус. Он один. На помощь ему спешат партнеры. Передача направо. Неточна. Нарушил правила. Волгоградец. Он приносит свои извинения. Очередная атака. Хозяю в поле. Коул. Вновь мяч у него. Джуненко рядом с ним. И руками отталкивает Коул. Подключается. Невил. Навес. Ну, чисто английский. Выходит Саморуков. И Беркетов совершает маленькое чудо. Выбивает мяч с линии ворот. Вот он, Александр Беркетов. Переиграли в воздухе сейчас Саморукова. Молодец, Беркетов. Во втором тайме вы еще увидите не раз подобные моменты. Сейчас Шмарко. А это удар выше ворот. На всякий случай выпрыгивал Саморуков, чтобы подстраховать створ своих ворот. Видите, раньше у мяча оказался нападающий. И буквально в нескольких сантиметрах от линии штрафной Беркетов выбивает мяч. Очень грамотно сыграл молодой защитник волгоградцев. Вновь организовывает атаку. Красные дьяволы. Гиггс бросается. Прорыв. Достает. Жененко он обыграл. Но здесь подстраховал своего партнера, товарищ по команде. Пока все грамотно. Пока все удачно. Итак, 2-0. В пользу ротора. Потом на послематчевой пресс-конференции Виктор Прокопенко сказал, что у него возникли сомнения уже к концу первого тайма о том, что удастся успешно завершить матч. Вы видите, как наращивают темп, наращивают мощь атак опытные футболисты из Манчестера. Самоотверженно играют наши защитники. Видите, на помощь своему партнеру пришел Жененко, отобрал мяч. А вот Паллистер возвращает мяч назад Шмейхелю. Шарп. Нидергаус, Зернов. А вот сейчас наш Бурлаченко потерял мяч. Невил. Бекхем. Кейн. Подключает Брюса. Брюс опять набрасывает штрафную площадь. Но вот скорослого Коуэлла. Ну, не получилось сейчас у темнокожего футболиста. Мяч в руках у Саморукова. Еще раз повторяю эту ситуацию. Нидергаус. Каждую возможность для контратаки пытаются использовать наши футболисты. Сейчас неудачно. И вот Гиг забросают... Нет, это Коуэлл, простите. В подкате играет. Посмотрите, чисто. Еще при повторе вы увидите, что очень чисто Беркетов сыграл. В мяч, а не в ноги. Тем не менее, желтую карточку показывает арбитр из Германии, Хейнеман. Посмотрите еще раз. В мяч играл. Потом уже наткнулся на ногу английский футболист. И упал. Видите, даже англичане решили... Нет, штрафной удар. Гиггс выполняет. Попадает в Есипова. Теряется ориентиру Есипова. У самой углового флага останавливается мяч. Это опасный, может быть, удар. Но все закончилось благополучно. Зернов спешит. Но раньше защитник у мяча. Бекхем. Вновь навес на штрафную площадь. Гиггс. Шмарко. И мяч уходит. Не успел. Кин достать мяч. Вбрасывает в игру. Шарп. Вновь навес на дальнюю штангу, на угол штрафной вортарской площадки. Сбрасывается по удару. И вот стойка спасает ворота. Это Коэлл. Девятый номер бил. Видите, как ему отыграли мяч назад. Саморуков, конечно, не успевал среагировать на этот удар. Но пока счастье на стороне волгоградцев. Еще раз посмотрите за этим эпизодом. Вот сбрасывается и примерно с 11-метровой отметки бил девятый номер Манчестера. Сейчас Есипов получит желтую карточку. Ну, здесь, как говорится, было по делу. Вы знаете, что бывает иногда. Не в меру вспыльчив этот нападающий волгоградцев. В ситуациях, когда следовало бы себя сдержать. Опять навес. Вне игры. Там показывает боковой арбитр. Фергюсен опечален. Так вот, я продолжу ту мысль. Когда ему сказали, что выпал ему волгоград, он говорит, я не знаю такого города. Любопытно. Может быть, он носил другое название. Но я думаю, после этого матча Фергюсен навсегда запомнит и Ротор, и Волгоград. Мяч у наших футболистов, это вне игры. Явное положение вне игры у Нидергауса. 35-я минута заканчивается. Я напомню, 2-0. Таким счетом ведут волгоградцы. Эти мячи, я напомню, забили Владимир Нидергаус и Олег Веретенников. Кин. Шарп. Перехватывают волгоградцы. Хорошо, распорядился Етьпов, а вот до конца не сумел обработать мяч. Вновь Етьпов вмешивается. Гикс. Нидергаус под Катей играет. Видите, как самоотверженно действуют наши футболисты. Не только защитники, полузащитники, но и нападающие, мешая сопернику организовать атаку. Вновь накатывается волна английской атаки. Вот такая традиционная стеночка. Брюс. Капитан англичан. Коэл. Отбивает наши защитники, но недалеко. О, Невил. Назад опять Брюсу. Хороший пас. И вот здесь Саморуков играет отменно. Отменно играет сейчас Андрей Саморуков, ликвидируя прорыв Коэла. Мяч выбит им на угловой. Смотрите, своевременный выход. Правда, не удержал мяч, но ничего страшного. Спас сейчас вратарь свою команду. Выбивают. Нидергаус пришел в свою штрафную площадь. Вновь Нидергаус с мячом. Попадает в ногу соперника, но мяч приходит на противоположный фланг Есипову. Есипов идет поперек поля. Играет с Веретенниковым. Под левую ногу. Удар. Попадает в Веретенников кого-то из футболистов. Манчестера. И мяч уходит на угловой. Шмейхель недоволен. Недоволен. Видите, попадает защитника. А так бы взлетел, естественно, створ ворот. Корнеец подает угловой слева фланга атаки. Посмотрите, как подают хозяева поля и как подали угловой волгоградцы. Вот такое небрежное отношение к этому стандартному положению. и в результате острота потеряна. Вбрасывают из-за боковой хозяева поля. Еще раз мяч уходит за боковую. 38-я минута игры. Но добавить судья, поскольку были остановки. помните, там Шмарко оказывали помощь. Вот Коэл рвется вперед. Видите, как он локтями действует. Ну, мяч в руках у Саморукова. Это он Беркетова так локтем задел. Нидергаус. Передержал сейчас Владимир мяч. И он уже у Кина. Шарп. Вновь Кин. Вновь Шарп. Вот так они здесь на левом фланге. Наконец Бату. Бат направо. Невил. Вновь навес на штрафную. И мяч в руках у Саморукова. Вы знаете, очень любопытная на мой взгляд деталь. Программка красочная была выпущена к матчу этому. Оперативная со снимками Нидергаус. Ну, для Зерно убил. Для Шмейхеля не представляло большого труда забрать этот мяч. Так вот, в программке Беркетову оказывают помощь. Видимо, основательно Коул столкнулся с ним. Так вот, в программке был напечатан на русском языке небольшая выдержка из приветствия президента клуба Манчестер Юнайтед Мартина Эдвардса, где он пишет, прием, оказанный нам в Волгограде, был таким, что теплее не бывает. Мы уехали не только с хорошим результатом, но и с хорошими воспоминаниями. Бекхем, Коул, успевает Есипов выбить мяч из штрафной. Нидергаус, назад на Веретенникова, и вновь мяч у англичан. Шарп, Кин Это уже Баат бил восьмой номер. Вот вступает в игру, прихрамывая Александр Беркетов. А шум вы слышите ни на секунду не затихает на стадионе. Болельщики Манчестера поддерживают свою команду любят в этом городе футбол. Очень много внимания уделяется футболу, юношескому, детскому футболу. Прекрасные условия созданы. Далеко не бедный клуб Манчестер Юнайтед. Опять показывают скамейку. Видите, справа Рохус Шох, слева на переднем ряду, Виктор Прокопенко сейчас нагнулся, за ним Менщиков и Царенко, а на втором ряду справа Владимир Файзулин. Так вот, от всех налогов обложен клуб местными властями. Более того, вот проводят ремонт стадиона, реконструкцию, и ему беспроцентный кредит выделен. Если бы такое внимание уделялось у нас футболу, наверное, мы бы могли соперничать не в одном одиночном матче с лучшими клубами Европы, а быть среди лидеров европейского футбола. Кин с мячом назад защитнику хорошо у Коуэлла отнимает мяч, видите, он сваливает. Ну, рядом был судья и обратил внимание. А между прочим, если внимательно последить за действием девятого номера Коуэлла, то фол у него очень часто проявляется не только в борьбе за мяч, но и перед приемом мяча. Вы видите Сергея Жуненко крупным планом, озадачены английские зрители. Гиггс обходит Есипова, приближается штрафной, подставляет ногу защитник и мяч уходит за боковую. Гиггс торопится ввести мяч в игру. Шарп, вновь Гиггс. Смотрите, как хорошо Есипов сейчас будет бороться с Гиггсом. И вот тут приходит на помощь ему партнер угловой. Это был Александр Шмарко. Угловой на 44-й минуте. Нет, показывает судья. Отворот. Я пропустил этот момент. Итак, 2-0. Ротор выигрывает в гостях. Это арбитр матча крупным планом судья Фейнеман из Германии. Вы слышите, иногда прорывается из эфира русская речь. Это указания дают тренеры, это футболисты на поле разговаривают, подсказывают друг друга. Друг другу. Паллистер. Вновь мяч к нему. Коэл. Через гиг за мяч Шарпу. Кин. Вынужден назад отдать Брюсу. Теперь Паллистер. Невил. Вновь Брюс. Забирает мяч волгоградцы, но тут же его теряют. И опять Гиггс. Этот гиг за мяч отскакивает. Веретенников. Направо. Зернову. Зернов еще правее. Есипов. Бьет издали выше ворот. Это Валерий Есипов на ваших экранах. Вот сейчас заканчивается 45-я минута. Вот она закончилась. Еще раз повторяет удар Валерия Есипова чуть выше ворот. Вы обратите внимание, что хозяева поля атакуют то правым, то левым флангом. Но как-то в первом тайме мне показалось, что они больше действовали через левый фланг. Вот сейчас они правым флангом действуют. И вновь прекрасно играет Саморуков. Ликвидирует броском в ноги прорыв нападающего соперника. был 12-й номер, вышедший на замену Сколлс. Самотверженно сейчас сыграл наш вратарь. Еще раз показывают этот момент. Посмотрите, как четко играет. И забирает мяч. Уже минута лишняя сыграно в первом тайме. Но я повторяю, это Корнеец лежал на газоне. Жуненко назад в избежании неприятности. То есть ротор пытается каждую возможность для контратаки использовать. Не всегда это получается, но дважды это удалось и в результате и счет 2-0 в пользу ротора. То есть установка тренера Виктора Прокопенко пока четко выдерживается. Вот сейчас потеряет мяч. Бурлаченко потерял. Гиггс. Ким, простите, это был направо, Невилл. И все благополучно заканчивается для ворот Андрея Саморукова. Вы видите, уже 47 минут секундами прошло. И вот наконец звучит свисток на перерыв. Владимир Нидергаус. Итак, 2-0 в пользу ротора. Неожиданный результат. Рано поздравлять, сказал я болельщикам нашим немногочисленным, которые радовались и пытались пожать руку. Все еще впереди. Волгоградцы выигрывают со счетом 2-0. Ну, теперь вы сами понимаете, справа ворота ротора, слева в красной форме футболисты Манчестер Юнайтед. Ну, как и следовало ожидать, с самого начала футболисты Манчестера Юнайтед пойдут в атаку. Сейчас не игры сразу два футболиста в красной форме. Но мы еще даже сидя там на трибунах в это время не могли предположить, что будет такой штурм, такой навал, чисто английский. Это Алекс Фергюсон был на ваших экранах. Гиггс. Перевод на правый фланг, шарп, навес на дальнюю штангу. Хорошо Самороков играет. И видите, как до конца борьбу с ним вступает седьмой номер. Это Бекхем. Чисто английская манера. Вы знаете, вот сейчас я смотрю еще раз эти кадры и вспоминаю матч полувековой давности. Матч московского Динамо осенью сорок пятого года в Англии. Помните, первое знакомство наших футболистов с родоначальниками футбола. Как тогда доставалось Алексею Хомичу? Как его толкали? Да результат того матча первого с Челси был. Вот волгоградцы атакуют? Это была одна из немногочисленных возможностей пробить поворотом во втором тайме у наших футболистов. нервничает сейчас защитник хозяев поля выбивает мяч за боковую линию. Тоже с Челси тогда сыграли 2-2 правда англичане туда вели 2-0 и усилиями Карцева Бескова Боброва москвичи отыгрались. Ну нынешнее поколение наших футболистов знает только понаслышке от тех футболистов. Удар издали выше ворот. Это Сергей Жуненко наносил издали удар. Весь город накануне в день матча только и говорил о футболе. В транспорте на улицах везде где встречались наших немногочисленных болельщиков все говорили все показывали 5-0 озадачены озадачены руководители Манчестер Юнайтед зернов цепляют как мне показалось его в последний момент за боковой выбрасывают хозяева поля и вновь за боковую уходит мяч. Вот где-то еще какое-то время так в центре поля в основном будет идти игра с некоторым территориальным преимуществом англичан. а потом Владимир Нидергаус крупным планом бьют штрафной прямо от центра поля штрафной навес выпрыгивает волгоградец отбивает мяч Есипов хорошая передача не успевает не успевает Александр Зернов раньше у мяча Невил перехватывает его мяч и выбивает за боковую линию Вот это Александр Зернов новобранец волгоградского ротора пока к сожалению ему нельзя играть в чемпионате России в этом сезоне в кубке России только в кубках европейских Ну и вот посчастливилось Александру Зернову ротору вы знаете теперь в одной шестнадцатой предстоит играть с французским клубом Бордо и вот там-то Александр Зернов вполне может вновь выйти в основном составе начинается сказывать то ли усталость то ли нервозность в действиях футболистов в белой форме гикс коал то есть теперь гикс опять коал опасный выход и здесь подспевает а этот удар же принимает на себя Ещенко посмотрите сплошное движение ни секунды никто не стоит все время все футболисты двигаются вновь навес прекрасно мешает Джуненко опасный момент удар мяч отскакивает головой и на угловой это скол сбил Александр шмарко разрядил обстановку выбив мяч на угловой внешне спокойные лица наших ребят гикс подает смотрите как опасно подает прямо на голову в борьбу рассчитывая на то что в воздухе выиграют англичане вот посмотрите что здесь происходит вы посмотрите да нарушил правило нарушил правило Жуненко посмотрите еще раз на повторе в ноги подкат в ноги удар по ногам правильно показано ну посмотрите что отвечает как отвечает на эти действия Кин десятый номер судья этого не замечает удар и вот он удар мяч попадает в стойку вот еще одна опасность миновала у ворота ротора вновь угловой уже с правого фланга гикс подает он и слева и справа подает вновь выбивает выбираться мяч за линию своих ворот владимир нидергау сюда уже пришел вся команда в обороне все стремятся сдержать натиск соперника не дать им возможность размочить счет время это еще много играть но сейчас благополучно недоволен Коэл считает что мяч вышел на угловой апеллирует к арбитру но тот показывает что удар отворот веретенников диргаус вновь веретенников веретенников делает рывок по левому флангу не успевает зернов на какое-то мгновение Есипов от Бурлаченко удар хороший удар наносил но мяч срикошетило кого-то из игроков Манчестера и попал в руки Шмейхеля а вот это одна из редких возможностей для проведения контратак была у ротора во втором тайме англичане вновь по левому флангу атакуют Кин Кин подключает Невилла Невилл навешивает Самаруков выходит кулаками отбивает мяч еще удар и выбивает Самаруков за линию ворот на угловой вновь с правого фланга угловой за угловым будут во втором тайме у ворот ротора и неудивительно что после игры Виктор Евгеньевич Прокопенко обычно никого не отмечающий не выделяющий еще раз четко играет Самаруков теперь же с другого края будут подавать угловой хозяева поля так вот Прокопенко обычно никого не выделяющий на сей раз нарушил традицию и выделил вратаря Самарукова вот еще раз забирает Андрей мяч в руки это как сказал Виктор Евгеньевич особенно необходимо сделать учитывая неровную игру вратаря на протяжении сезона да в этом матче Самаруков почти почти я говорю играл без ошибок и не неоднократно выручал свою команду Ещенко вы сейчас видели на экране Кин смотрите постепенно перемещается Недрогаус лежит держится за ногу перемещается акцент атак больше на правый фланг у наших соперников Кин опять такой навес Самаруков забирает мяч а Койл да и другие футболисты Манчестера постоянно идут идут до конца на передаче это предыдущий момент не последний а предыдущий повторяют вы видите на секундомере заканчивается 56 минута игры Александр Самаруков руководит действиями своей обороны пока очень хорошо справляется с обязанностями своими Александр Шмарко я повторяю он сегодня выступает из-за травмы Герасченко в необычной для себя роли в роли свободного защитника Нидергаус Веретенников перехвачен мяч Кином Бекхэм вновь получает подкате Ещенко выбивает мяч счет по-прежнему 2-0 в пользу волгоградцев еще раз за боковую линию это Сколлс 12 номер вышедший на замену в первом тайме в составе Манчестера Невилл готовится бросить сильно бросают штрафную площадь упустил мяча Самаруков за линию ворот от головы нашего защитника и вновь Гиггс готовится подать угловой отбивает Самаруков суматоха у ворот посмотрите какая сутолока какая суматоха и все-таки волгоградцы выстояли а вот и возможность для контратаки Есипов на всех парусах мчится вперед и чуть-чуть отпустил мяч и этого было достаточно чтобы Невилл выбил его за боковую линию вот еще раз повторяет ту суматоху ту мечащийся мяч вратарской площадке из ворот пустых выбил Шмарко вы видели сейчас как это было при повторе особенно видно перехватывает мяч волгоградцы Бурлаченко Летенников потерял мяч в борьбе с двумя соперниками а вот хорошо выскочил Корнеец забрал мяч держат мяч наши футболисты вот она как потом отметит Прокопенко первая тактическая ошибка Ещенко видите он не должен был бросать свою зону он и оголил отсюда пошла атака Коэл Коэл бьет отбивает Саморуков и добивает мяч Сколз 12 номер потом Прокопенко скажет ну кто просил Ещенко в этой ситуации оголять зону потому что вот это его зона вон видите догоняет сейчас только от Сколза Ещенко Коэл бьет пором Саморуков отбивает недалеко и Сколз добивает мяч Еще раз посмотрите как забили англичане первый ответный гол А шла 61 минута игры Время еще как говорится было много и все стало очень и очень зыбко Вот волгоградцы пытаются войти в штрафную площадь соперника Корнеец на левом фланге подскользнулся еще раз подскользнулся назад Веретенникову Бурлаченко Бурлаченко сейчас возможность для удара бьет и Шмейхель с трудом отбивает мяч Вот еще одна реальная возможность была у наших футболистов добиться успеха на контратаке но не все используется не стопроцентно используется смотрите как Бекхэм идет набирая скорость опять по правому флангу и вон видите Ещенко спешит вернуться опять тактическая ошибка попадая сейчас Коулс в Ещенко все заканчивается благополучно Вот тут стало ясно что нужно производить замену еще раз повторяет удар Бурлаченко и бросок Шмейхеля многоопытный вратарь Манчестера недоволен действиями своих защитников что дали возможность пробить полузащитнику ротора поворотом Это повтор момента когда был забит гол ворота ротора Вот он автор гола этот рыжеволосый Сколс вновь атакуют хозяева поля и вновь посмотрите большинство атак по правому флангу Хитрый Фергюсен почувствовал что именно там наиболее уязвимое место хотя и слева тоже проходят атаки но наибольший акцент делается вот и Фергюсен на ваших экранах волнуется что-то говорит Коуэлл опять справа идет атака назад на Бекхэма защитники защитники в центральном круге разыгрывают мяч Кин Невилл все чаще играет на месте правого полузащитника опять мяч у него Кин мяч простите это был Брюс а вот Палистер подключается Шарп какой все-таки острый игрок Гиггс подача на дальнюю штангу Коул и на мгновение раньше успевает Саморуков и убивает мяч за боковую линию прибавили в темпе английские футболисты зрители видите как поддерживает своих хлопают поддерживают все ждут не дождутся когда же англичане сравняют счет а затем и забьют третий мяч вот повторяет составы команд которые вышли на поле ну я думаю вы все уже привыкли к футболистам это состав Волгоградского ротора штрафной прямо от линии штрафной справа Бекхэм бьет опасные ситуацию ворот ротора а там и Гиггс Гиггс бьет мяч попадает в перекладину и уходит за линию ворот хватаются футболисты Манчестера Юнайтед за голову еще раз посмотрите ситуацию Шмарко пытался головой выбить мяч но раньше подставлена нога футболиста и вот такая угроза воротам воротам Самарукова но слава богу все обошлось благополучно и на этот раз в основном наши футболисты заняты оборонительными действиями Сколс видите как в падении как в падении Бекхэм бьет поворотом головой Самаруков забирает мяч 2-1 напомню Ротор выигрывает хозяев поля никак не устраивает такой результат поэтому они предпринимают отчаянные попытки переломить ход встречи полное конечно территориальное преимущество футболистов в красных футболках Коуэл смотрите какой пас играть можно все было в рамках правил но вот тут непростительная конечно потеря мяча Гикс рвется это конечно нарушение правил и Жуненко получает желтую карточку ну ему ничего как говорится не оставалось сделать то Гикс на скорости уходил к воротам Саморукова видите всего лишь несколько метров до линии штрафной отодвигает судья стенку гикс разбегается бьет выше ворот еще раз повторяю этот момент 67 минута идет игры Гикс призывает своих товарищей собраться и продолжить штурм ворот Саморукова Веретенников Корнеец хорошо играет вновь Веретенников Ещенко Корнеец но зря затеяли эту игру перекидку здесь мяч выходит за боковую линию штрафной определил судья и Ещенко пробивает от самой бровки мяч Иргюсон показывает на часы Есипов Жуненко Веретенников Вновь Веретенников Есипов достает мяч с самой боковой линии пытается обыграть защитника это полузащитника Шарпа подает перехватывает англичане мяч Брюс Шарп Кин перехватил мяч Волгоградец но распорядился им неудачно и Бекхэм вновь рвется стремительно вперед очень работоспособный полузащитник это был Бат а вот сейчас Бекхэм нарушение правил у штрафной площади ротора и Шмарко сейчас будет пробивать штрафной со своей половины поля Замена Вместо Ещенко в игру вступает Александр Царенко по 14 номерам Вот та роковая ошибка Александра Ещенко которая привела к голу оголил он свою зону и вызвала и потом он повторил же еще эту тактическую ошибку правда которая кончилась благополучно и привела к его замене и сейчас Корнеец перемещается на место защитника а Царенко играет в роли левого полузащитника Волгоградцы идут вперед неточная передача сейчас когда нужно дорожить каждым мячом особенно при счете 1-2 надо быть повнимательнее поосмотрительнее Гикс набрасывает Сумаруков забирает довольно таки легко этот мяч поблизости никого из соперников не было в этот момент на 70 минуте Царенко заменил Ещенко Есипов падает судья показывает что можно играть вот апелляция к судье но не стоит апеллировать с арбитрами никогда тем более в таких матчах и вновь англичане Кин налево Гигзу обыгрывает как красиво Мадрид как убирает мяч но продвижения вперед нет бросает штрафную назад Невил справа подключается перехватывает мяч Волгоградец наступает на мяч Есипов и теряет его Невил видите где уже Брюс играет как заправский нападающий а вот Коэл не дают бить и выносят и штрафной Зернов нарушил правила определил вот это и есть капитан команды Манчестер Юнайтед Стив Брюс 35-летний футболист многоопытнейший Удар поворотом издали Саморуков недоволен а это был бил полузащитник Шарп Еще раз посмотрите его удар Режиссеры показывают английского телевидения еще раз этот удар Нарушение правил и замена у ротора Выходит под 13 номером Илюшин Сергей Илюшин он меняет Александра Зернова Конечно молодой футболист устал на славу отработал вот он хлопает и выходит Сергей Илюшин в игру Через какое-то время в игру вступит еще и Андрей Кривов он заменит Владимира Нидергауса под 15 номером потом Прокопенко признается что замены эти его ошибка вот возможность для удара удар Веретенникова мимо в ворот в дальний угол был Олег сосредоточен весь в игре бомбардир российского чемпионата но вы знаете пока не началась самая угловая сейчас выбивает Саренко я говорю пока не началась самая агрессивная и самые страшные тяжелые минуты для Роттера вы знаете что Роттер закончил матч с отсчетом 2-2 и что вышел в 1-16 кубка УФА где будет встречаться с французским Бордо 17 октября игра во Франции а 31 в Волгограде Гикс вновь подает смотрите выбивает мяч из ворот Царенко пустые ворота летел вы обратите внимание каждый угловой каждый розыгрыш стандартного положения сразу опасность вот Царенко выбивает мяч англичане пытаются доказать что мяч уже пересек линию ворот но вот сейчас вы увидите что он там выбил его гораздо раньше чем мяч пересек отбиваются волгоградцы Невил потеряли хозяева поля мяч веретенников хорошо бросает но раньше пас дайвал довольно таки хорошо но перехватил защитник Есипов пытается обыграть Шарпа не получается Бурлаченко приходит на помощь Есипову нарушение правил фиксирует арбитр ворот Манчестера посмотрите сейчас цепля по ногам по-моему можно было и желтую показать в принципе ну ладно это дело арбитра прямо у линии штрафной площади точка Олега Веретенникова с левой ноги но попадает может быть раньше преждевременно выбежавшего из стенки защитника мяч ударяется в защитника видите это Брюс такой сильный удар как говорится в упор самоотверженно конечно сыграл защитник англичан но мне показалось что он до удара выскочил из стенки Бекхэм Коуэл в борьбе с защитниками это Беркетов был падает судья фиксирует нарушение правил 77 минута но судья добавит 2,5 минуты хотя остановок практически во втором тайме и не было 2-1 я напомню ротор пока выигрывает стенку выстраивает без свистка показал арбитр мяч был пробит перебить предлагает волгоградцем отойти на положенные 9 метров гикс у мяча и мяч в руках у Саморукова посмотрите как невежливо обошелся сейчас англичанин выбивает пытался выбить мяч из рук Саморукова куда он его крепко держит руках сейчас не показали при повторе этот момент Брюс отыгрывает мяч Шмейхелю а вот Илюшина так в игре мы пока и не видим вот еще одна замена уходит Владимир Нидергаус и вместо него в игру на 78 минуте вступает Андрей Кривов потом Прокопенко скажет на послематчу пресс-конференции все-таки молодые игроки опыта им не хватило с большими глазами выскочили на поле и были как бы в прострации да нужен опыт вот вы видите сейчас Прокопенко на ваших экранах нервничает наставник Ротера а где взять опытных игроков вот такой момент чтобы выпустить на поле ведь в запасе остался лишь меньщиков все остальные это молодые футболисты Герасченко травмирован конечно остро ощущалась нехватка Владимира Герасченко на поле в эти моменты в эти минуты вот Илюшин играл сейчас видите ошибся подбирает мяч Бурлаченко штрафную отбивает англичане и уже переводит мяч на половину поля Ротера Корнеец выбил за боковую Кин назад вновь получает пас Невилл опять навес штрафную площадь сколько напрыгались в этом матче волгоградские защитники трудно сосчитать и действительно потом после матча в аэропорту многие хромали нелегко дался этот матч синяков шишек судья считает что все было в рамках правил в этой ситуации переживают английские болельщики не знаю по нашей прессе было создано такое впечатление что там неистовые фанаты неистовые болельщики нам не довелось видеть этого мы видели переживающих болеющих видите какая озабоченность и у юных и у взрослых проигрывает их любимая команда мы видели доброжелательность со стороны английских любителей футбола и вообще прием оказанный ротору достоин самого самого хорошего отзыва саморука выходит из ворот и забирает мяч 81 минута матча царенко потерян мяч нет борьба забирают красный дьявол и мяч сколз отскакивает мяч к Бекхэму кто-то из наших футболистов выбивает из-под ног криво ход был с мячом на одну секунду и сразу Бекхэм выбивает мяч вот и англичане готовят замену молодой пятнадцатый номер Кук собирается вступить в игру а тем временем Невилл с мячом Брюс Паллистер Гиггс назад по Алистеру вытягивают вытягивают потому что очень много все футболисты ротора близ своей штрафной площади там нет простора Невилл вот это чисто английская манера игры отбит мяч и вновь у англичан Гиггс вот пожалуй манера игры Гиггса более сходно на европейскую такую манеру игры нежели на англосаксонскую Жуненко Бурлаченко Веретенников ну Равок Саренко назад острота потеряна приходится снова разыграть мяч Кривов назад Саренко Бурлаченко Бурлаченко направо к краю Есипову и мяч уходит за боковую линию вот и замена посчитал Алекс Фергюсен что Бекхэму требуется замена уходит седьмой номер Бекхэм с поля его меняет молодой Терри Кук Шмейхель вводит мяч на своей половине поля это все еще ягодки цветочки простите ягодки начнутся позже Беркетов в единоборстве побеждая выигрывает у Коула Веретенников хорошо выносит мяч от своей штрафной площади мяч приходит в руки Шмейхеля вновь Веретенников головой Брюс Палестер Гиггс Кин приближается приближается четное обострение отобрали наш мяч ну вот сейчас нужно организовать контратаку замешкался замешкался Ильюшин с мячом и потерян вновь мяч Гиггс сразу трое нападают волгоградцы на этого опасного нападающего забирают мяч Веретенников видите сразу видна поступ Олега Веретенникова подбирает ногу удар пытался перебросить через чуть выше чего он заметил что Шмейхель вышел из ворот за пределы вратарской площадки пытался перебросить чуть не получилось а очень зрячо делал все Олег в этой ситуации это была пожалуй последняя острая атака волгоградцев в этом матче 85-я минута Брюс в Коулс в Коулс удар поворотом с поворота с разворота Билл Коуэл но на высоте вновь Андрей Саморуков да отменно проводит сегодня вернее провел во вторник минувший матч Олег Андрей Саморуков угловой и опять острота Саморуков вывивает мяч хорошо далеко отбил сейчас вновь навес посмотрите что там творится в штрафной площади мяч не выходит и штрафной Гиггс низом подает Кин пытается выйти на ударную позицию ему мешают назад вновь навес а вот тут Кин ошибается не попадает по мячу а ведь Коуэл делал все зрячее он главой сбрасывал мяч под удар своему полузащитнику но тот по мячу не попал вот еще раз повторяют эту ситуацию посмотрите еще раз сейчас к сожалению в кадре не был полузащитник вновь демонстрирует мастерство Андрей Саморуков перебрасывает мяч через перекладину угловой который уже по счету в этом матче вот это начинается 86-я минута Шмейхель бросает свои ворота и идет как заправский нападающий на прием углового пытается ударит бьет но не попадает говорит что от главы защитника ушел мяч но смотрим еще раз сколус подает убивает Жуненко мяч веретенников а ведь Шмейхель о воротах нет видите он стремится к воротам но волгоградцы не успевают распорядиться мячом чтобы издали послать его в пустые ворота а вот Гиггс забирает мяч бьет рядом со штангой ближний угол бил очень опасен и Гиггс и Коэл повторяют этот эпизод 88 минута на секундомере который вы видите в левом углу ваших телевизоров но продлится этот матч не 90 минут Шмейхель сейчас в воротах вот ему возвращают мяч это Невилл был Коэлс нет простите это Кук бросается ему в ноги Корнеец и выбивает вновь на угловой и вновь Шмейхель идет на прием углового 190 с лишним сантиметров под 100 килограмм веса какая масса движется и вновь неудачно для Шмейхеля Саморуков неплохо сыграл сейчас Шарп не уходит Шмейхель вновь там в штрафной площади Корнеец выбивает мяч через свои ворота конечно рискованно и вновь угловой у ворот ротора это он слышал слышал дышание дыхание Шмейхеля Гиггс вновь подает Шмейхель выпрыгивает мяч касается вы сейчас при повторе увидите касается Коуэлла и влетает в ворота на 89 минуте Шмейхель делает счет 2-2 посмотрите внимательнее еще раз я буду помолчу шмейхель пытался выбить защитник ротора мяч но он уже пересек линию по-моему это был Шмейхель и так 2-2 необычное явление вратарь забивает гол у нас это почти не бывает и потом на пресс-конференции английские журналисты спросят наставника ротора не показалось ли ему что Шмейхель сумасшедший в конце матча когда он бросил ворота и шел в атаку прокопен сказал мне понравилось его действие если бы это он сделал в середине первого тайма скажем тогда бы я его посчитал сумасшедшим а сейчас он действовал сообразно ситуации гикс вновь подает англичане пытаются вырвать победу потому что счет 2-2 же их не устраивает 2-2 это победа ротора по итогам двух матчей 0-0 дома нервничает Фергюсен показывает на часы вот 90 минут матча уже истекло конечно удивительно не было остановок во втором тайме но правилами и уэфа и фифа только одному судье подвластно когда давать свисток на окончание матча опять шмейхель пошел он хочет забить еще гол маленький Илюшин рядом с ним там сравнительно конечно маленький веретенников рукой его отталкивает кук арбитр этого не замечает англичане держат мяч там он шмейхель штрафной видите его отбивает подальше есипов мяч невил останавливает вот смотрите как лениво шмейхель возвращается со свойственным ему юмором Виктор Евгеньевич Прокопенко на смешливые замечания в адрес шмейхель английских журналистов сказал я думаю что если бы судья добавил еще 5-10 минут то шмейхель забил бы еще один гол да вы видите лица футболистов Манчестера удар мимо ворот это повтор момента это Сколлс бил после передачи Брюса Саморуков вводит мяч в игру ну все с нетерпением ждем свистка судьи я в это время неотрывно смотрю на свой секундомер так только поднимая голову на футбольное поле а судья а судья говорит продолжайте играть вот сейчас нарушили правила волгоградцы Невил у мяча вновь движется шмейхель но вот сейчас через несколько секунд наконец-то прозвучит прозвучит финальный свисток вот он звучит вот вы видите радость ротора видите огорченные лица футболистов и наставников обнимаются наши игроки они добились ничьей которая равна победы и так 2-2 мы поздравляем еще раз футболистов ротора и желаем им успеха в следующей игре в 1-16 финала розыгрыша кубка Уэфа с французским Бордо футболистов застAY в 2-3 кубка в 2-3 в 2-4 в 2-6 в 2-6 в 3-6